Всем привет, меня зовут Кудряшов Родион, я командир батальона территориальной обороны города Днепр, Азов. Сегодня я хочу выдать секретный рецепт непобедимости украинской армии и украинского народа. Российские пидорасы после неудач и многочисленных потерь в этой войне стали рассказывать, что украинцы так хорошо воюют, потому что их за 8 лет надрачивали секретные инструктора НАТО и годами заваливали просто тоннами секретного оружия. А на самом деле все намного проще. Да, у нас есть оружие, вы его видите, но оружие само по себе не воюет, как и не воюет техника, воюют люди. Да, наша армия стала лучше за прошедшие 8 лет, но это все еще обычные люди без каких-либо сверхспособностей, которые так просто яро приписывают нам испуганная российская пропаганда. Секрет нашей силы в том, что 70-80% из тех, кто сегодня взял оружие в руки, еще вчера не думал о войне в принципе. Строил личные планы, занимался семьей, растил детей и поливал цветы на подоконнике. Война пришла в его дом, у многих отняла этот дом, у многих отняла родных, иногда всех родных и все близкое. Поэтому отступать некуда. И отступать некуда не потому, что у нас некуда бежать. Мы в тылу. А бежать за границу в багажнике, отсиживаться в Закарпатье нормальный мужик не может, потому что он мужик. А вот такие мирные, безобидные, но загнанные в угол и отчаянные люди начинают сражаться так, как не способен сражаться ни один солдат НАТО. Они не жалеют себя, они не боятся смерти, они хотят только мстить, рвать и грызть. Без пощады, сожаления, но при этом очень холоднокровно и расчетливо. Такого человека остановить сложно, потому что он уже машина. А когда таких машин набираются миллионы, то рвать врага они будут охотничьими ружьями, топорами, вилами, зубами, ногтями. Если это называется суперсилой, то ее нам вручили лично путинские оккупанты. И теперь сами же воюют с украинской суперсилой и чувствуют ее на себе. Всем на связи, до новых встреч. Слава Украине!